Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Очень приятно, Александр. Представьте, пожалуйста, ваши документы. С какой целью вы к нам вообще подходите и мешаете законным требованиям выполнять свои функциональные обязанности сотрудникам полиции? На каких основаниях? Я помешал вам выполнять? Да, вы нам помешали выполнять свои функциональные обязанности. Мы подошли к водителю, у нас был вызов зафиксированный по 102. Вы подошли к водителю, начали с ним разговор, вы подошли, нам помешали, данный водитель уехал, на него админматериал не составлен. Почему не составлен? Потому что он уехал, потому что мы подошли к вам. А я вас просил, ко мне подходить, что ли? Да. Что да? Как вас зовут? Как вас зовут? Владимир. Будьте любезны, удостоверение ваше. Молодой человек. Секундочку. Давайте я вам объясню все. Секундочку, давайте по одному, ребят. Вы сейчас все объясните. Мы почитаем, вы прочитайте термин, значение термина и вы успокоитесь. А что у вас руки дрожат, Владимир Иванович? Вы пили сегодня? Нет, не пили. А что с руками? Что с руками? Почему у него дрожат? Потому что полный на улице, очень сыро. Но у вас, например, не дрожат, у него дрожат. Вы не пили сегодня? Нет, не пили. Кто был за рулем данного автомобиля? Я. Вы? Да. Вы знаете, что данное размещение автомобиля является нарушением? Вы знаете, что это служебная... Я знаю. Секундочку. И не надо заявлять, что данное помещение есть нарушение. Случаи, в каких случаях? Случаи служебной необходимости. Случаи, если у них включен проблесковый маячок. Случаи служебной необходимости. Я заехал, смотрите, в жилой двор. Проблесковый маячок должен быть включен. Смотрите. Мы заехали. Я не против. Но при отступлении отправил в дорожное движение. Пока они пойдут, и мы поедем дальше работать. Куда пойдем? Я не хочу здесь разводить эмологию. Вы сначала прочитайте понятие прилегающая территория. Вы стоите на повороте. Вы что, не видите? Вы сказали, что это прилегающая территория. На повороте вы стоите, хорошо. Это прилегающая территория, по вашему мнению? Вы стоите на повороте. Я вам задала вопрос. Это жилая зона. То есть во дворе можно так парковать? Можно. Можно. Подождите, я не с вами говорю. Я не с вами говорю. Смотрите. Вы мне утверждали, что это прилегающая территория. Окей? Слушай, девушка, я вам говорю, что ваше не окей. Вы мне сказали. Это не окей. У меня на камеру зафиксировано. Как вас зовут? Окей. Юлия, будьте любезны. Представьте, есть удостоверение. Инспектор патрульной полиции, города Заборожья, лейтенант полиции, Скорбыч. Скорбыч, будьте любезны ваше удостоверение. Ваш значок, почему не сверху, не на одежде? Мой значок всегда со мной по требованию, всегда я предъявляю. Он должен быть сверху, всегда. Прочитайте, пожалуйста, с моей книжечки термин, что такое прилегающая территория. Дружка, мне не надо. Дружка, скажите, пожалуйста, будьте любезны. Скажите, пожалуйста. Ну, я предоставила. Ваше при себе нету книжечки. Вот мое удостоверение. Юлия Юрьевна, будьте любезны, скажите мне, как обычному гражданину, данное размещение автомобиля является нарушением права дружного движения? Не является. Вы видите тут дорожную разметку? Нет. Прилегающая территория является... Вы на повороте стоите, причем здесь разметка. Мы во дворе находимся. Как от этого будет выезжать автомобиль? До поворота. И что теперь, что во дворе? Прилегающая территория это въезд, выезд, собраться. Что он такое сказал? Это поворот. Это правила дорожного движения прописано. Это поворот. Это правила дорожного движения прописано. Кто вам такое сказал, что это является нарушением? Кто вам такое сказал? Мне говорят, это правила дорожного движения. Где? Покажите. Вот вам дают правила, покажите, пожалуйста. Я вам говорю, вот, правила, покажите, пожалуйста. Я вас напоминаю, что вы при общении с гражданами должны выявлять так, так. Вы сейчас общаетесь не тактично. Я с вами нормально общаюсь. Вы повышаете голос, вы нервничаете. Я нахожусь на работе, вы не вмешаетесь выполнять свои функциональные обязанности. Я вам помешал, ребят, секунду. Во-первых, вы нам помешали оформить нарушение права. Давайте оформим меня. Во-вторых, вы сейчас нас отвлекаете, хотя на данный момент в городе очень много вызовов. Вы, честно говоря, занимаетесь ерунду и отвлекаете полицейских от своих функциональных обязанностей. Что вам мешало составить на водителя протокол? Протокол в данном случае не составляется. Почему? Потому что за данное нарушение составляется постановление. Ну хорошо, постановление почему не оформим? Потому что вы отвлекаете полицейских от служебных обязанностей. Я подошел к вам, сказал, что ваш автомобиль размещен с нарушением права дорожного движения. Всего-навсего уточнил, кто был за рулем. После этого, Юлия, мы с вами проследовали дед автомобиля и с нарушителем... Нет, я проследовала с автомобилем, а вы за мной побежали сзади. Абсолютно верно. И два этих чудесных инспектора остались с нарушителем. Что мешало им составить постановление? Потому что они боятся ставить меня одну. За мной пошли куча муста. Вы полицейский, вы боитесь. Вы должны меня нарушить. Ребят, я не против. Не разъединяйтесь. Я хочу, чтобы водитель данного транспортного средства понес наказание за то, что он разместил транспортное средство без повескового маячка на повороте. Скажите, пожалуйста. А как вы там? Как вы там? Для чего? Сейчас будем проверять вас по базе данных. В связи с чем? В связи с тем, что вы обратились. Я хочу знать, сколько он меня носил, почему-то. Вы хотите знать, кто к вам обратился и проверить меня по базе в связи с тем, что я обратился к полиции? Да. Я имею на это полное право отмывание. Что вы говорите? И как, интересно, вы будете выяснять мою личность? Сейчас вы назовете свои фамилии, имя, отчество, свои данные. Прямо сейчас назову? Вот прямо сейчас возьму и назову? Ну, я же вам представил. Подержи, пожалуйста. То есть я сейчас возьму и назову вам свою фамилию. Ну, я же вам представил. Да. Ну, и что же вы представились? Вы должны это сделать с точки зрения закона. Ну, если я вас спрашиваю по имени на отчество, вы тоже обязаны мне представить. Да вы можете просить все, что угодно у меня. Это не то, что я должен вам показать. Чего вы взяли, что я буду что-то вам обрабатывать? Это у меня как право. Нет, я имею право. Это у вас по-другому. Ну, какой закон, скажите, обязывает мне называть вам? Ну, раз вы уже решили. Вы говорите, согласны с законом? Вы к нам обратились. Я хочу с нас с теми общаюсь. Может быть, у вас судимый. Может быть, урод. Поэтому я должен знать вашу фамилию и отчество. Послушайте, скажите. Вы можете, что хотите знать? Послушайте, секунду. Вы реально занимаетесь ерундой, ребята. Вы отвлекаете нас от служебных обязанностей. Слушайте, кто вас отвлекает? Вы. Я подошел к вам. Лично вы. Лично вы. Лично вы, да. Да, лично вы. На данный момент вы нас не отвлекаете от служебных обязанностей? Мы ведем самый диалог. Вы хотите данные мои узнать? Смотрите. Сейчас, всю минуту. Вы нас не отвлекаетесь от служебных обязанностей. Правильно? Я вам задала четкий вопрос. Отвечаете «да» или «нет». Голос не повышайте. Я вам не повышаю. На вас не повышаю. Просто ответьте мне мой вопрос. Если вы считаете, с точки зрения закона, что я вас отвлекаю, действуйте по закону, составляют административные материалы. Что вам мешает? Вы убеждаете, что вы нас не отвлекаете. Я задала вам вопрос. Не надо юлить, играть в эти вопросы. Я вам говорю прямо. Если вы считаете, что я сейчас нарушаю какой-либо закон, вы обязаны, напоминаю вам, действовать в рамках закона. И нарушителя привлечь к ответственности. Поэтому, если я нарушаю, привлекайте. Не ждите ни секунды. Потому что опять вы скажете, что кто-то вас отвлек, и вы опять нарушителя оставите. Поэтому, если сейчас я что-то нарушаю, я требую от вас выполнения закона и составления административных материалов. Все, что я хочу. На данный момент вы уже нас не отвлекаете. Так как мы произнесли с человеком, вы вмешались наше деятельность. Правильно? Правильно? Вы отвлекли нас. Составляли админ протокол. Вы меня, послушаете, я вас не перебивала. Давайте будем толерантны в общении и соблюдать нормы этикета, правильно? С вами нормально разговариваю. Командироты готовы. А мне зачем ваш командирот? Пусть он вас беспокоит, у меня, ребята. Он с вами хочет бы общаться. Пусть он вас беспокоит. Днем и ночью, мне зачем все его шаги? Он с вами хочет. Мало что он хочет. Вы хотите Майдан, он хочет пообщаться. Юля хочет, чтобы я признал, что я им мешаю. Вы все чего-то хотите, а я хочу, чтобы вы парковали свой автомобиль без нарушения. Я хочу, чтобы он с вами, с сотрудником, выполняет свои законные действия. Что вы говорите? Так вот вы можете это хотеть, только с точки зрения закона. Да, Николай. Смотрите, я считаю, что наш автомобиль был припарком. Давайте я договорю, но мы же договорились, мы по-человечески. Вы с вами договорились уже? Ну, вы же сказали, я не буду вас перебивать. Юля, единственное, что я хочу, чтобы вы на этого молодого человека составили протокол. Вот и все. Я вам говорю, давайте. Я вас выслушала внимательно, правильно? Вас внимательно выслушала, да? Если вы в школе просто учились и не знаете правила дорожного движения, что такое прилегающая территория. Что такое за постановление вопроса от полицейского, если вы у вас в школе плохой человек? Ну так вы пытаетесь предъявить то, что здесь есть нарушение. Здесь нарушение правил дорожного движения нет. А, я полицейский. Ну и что из этого? С этого следует. Что вы обязаны, вы не так приобщение. Вы обязаны общаться. Правильно, я общаюсь с вами так, как считаю нужно. Нет, вот в этом вся проблема. Вы не имеете права общаться со мной так, как вы считаете нужно. Вы не имеете права отвлекать полицейских от выполнения своих законных обязанностей. Имеете никакого права абсолютно молодым человеком. Я вам говорю. Я не обязан вам давать листики, ручку. Берите листики, ручку, пишите. А где прописано, что мы обязаны вам. Хорошо, дайте мне протокол опроса. Я пишу. Нет, нет протокол опроса. Нет, нет протокол опроса. Этим занимается участковая или следственная оперативная группа. У вас есть листика ручка? В принципе, у нас есть листика ручка. Я напишу, вы примете заявление. Вызывайте дополнительный экипаж, пускай приедет, и он отбирает вас. Зачем мне экипаж дополнительный, если вы тут есть? Ваше объяснение. Я не буду принимать на себя заявление. Да не на вас. Я не буду принимать заявление на свой экипаж. Ни я, ни мой напарник, ни один, ни второго. Я некомпетент. Я напишу ситуацию, в которой я стал. Вы это возьмете и принадите его на интеракцию. Этим занимается другое отделение. А вы чем занимаетесь? Мы реагируем на вызова, линию ПДР и прочие-прочие. Прочие. Я как раз и есть прочие. Я ту прочие, которая подошла к вам и сказала, ребята, вы стоите с нарушением. Здесь ежедневно в этом дворе. Вы перебиваете теперь вы. Я буду вас перебивать, потому что вы не правы. Что теперь? Полиция будет? Это двор. Вы сказали только что сами, что это двор, во-первых. По дворе паркуются люди так, как хотят. Кроме тех мест. Ребята, секунду, не мешайте. Ребята, во дворе люди паркуются так, как они хотят. ПДР во дворах не работает. Это заявляет полиция. Поэтому кто считает, что в дворе он паркуется как-то, может быть, кому-то мешает, это не так. Вы можете во дворе парковаться как вы хотите. Вот полиция, пожалуйста, сообщает об этом. Не стесняйтесь, паркуйтесь, как вам удобно. Вы полицейские, ребята. Я на себя не буду писать постановление. И напарник на себя не будет писать. Второй патруль вызывайте. Вызывайте вы. Вы заметили правонарушение. Не я. Вы полиция. Я говорю вам о том, что вы нарушаете. Вы говорите, нет, мы не нарушаем. Вызывайте второй патруль. Пусть они разбираются. Я говорю, Юля, пожалуйста, вы полицейская. У вас есть рации. Будьте любезны, свяжитесь и вызывайте второй патруль. Вызывайте нас на два. Вызывайте нас на два. Здесь того, что здесь нет Юлии, есть перед вами патрульник полиции, инспектор, лейтенант. Лейтенант Скорбич. Я вам представлю, если лейтенант Скорбич, а потом вы мне спросили, как меня зовут. Я сказала, Юля, вы мне утверждали, что это прилегающая территория. Слушай, девушка, я вам говорю, что ваша не окей. Вы мне сказали. Это не окей. У меня на камеру запектирует Юлия Миловича. Вызывайте патруль, пускай вы хотите, чтобы на нас составили постановление. Вызывайте сейчас по линии 102 патруль. Приедет патруль, будет составлять админ материалов. Если вы не хотите данное совершать, то мы садимся в автомобиль и продолжаем исполнять все свои служебные обязанности. Посодействовать вы нам можно? В чем? Вызвать патруль второй. Вы вызывайте. Ну, так вы же полиция. Вы можете посодействовать нам? Вы вызывайте. Вы видели здесь нарушение, я не вижу здесь нарушение. А почему я должна? Так вы вызывите. Почему я должна вызывать для себя патруль? Юлия, ну вы же полиция. Юлия Юрьевна, во-первых. Во-вторых, я полиция. Полиция, так же, как и мои напарники. Во-вторых. И что? В-третьих, вы являетесь заявителем, правильно? Вы считаете, что данный автомобиль припаркован некорректно с нарушением, правильно? Я правильно говорю? Еще раз вас спрашиваю. Правильно. Вызывайте. Сама спросила, сама ответила. Вы мне кинули головой. Дополнительный патруль. Окей? Все. Ребят, ну вы все сами видели, комментировать здесь особо нечего. Вот работа нашей новой полиции в городе Запорожье. Поедем в админпрактику, покажем, посмотрим. Ну не знаю, комментировать нечего, общаться не с кем. Я такого давно не видел. Было, было, такого еще нет. Ой, ездуны, блин.